Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня хороший день. Сейчас еще пока мороз на улице, но мороз уже будет спадать. Вот утром минус 11, а днем уже будет минус 3. А завтра днем плюс 2 вроде бы, как должно быть. Надо посмотреть сейчас, что на улице делается. Ну, на улице шикарная погода, солнышко светит и будет теплеть сегодня. Я рада. Доча повела Денечку в садик пока. Я сейчас тут осталась и вот уже думаю, потираю ручки, чтобы сегодня такого сделать. Вообще дочка мне сказала, хочешь, вот сегодня понедельник, говорит, хочешь поезжать домой отдохни. Я ей говорю, а как же я поеду домой? Вот вроде бы дверь одну у нас еще не установили, да. И мастер сказал, говорит, я постараюсь в будние дни там прийти, но там ему назначили на пятницу. Это еще, в общем, до конца недели ждать. И как бы мы еще, у нас в ванной не стоит дверь, и мы еще пока там ничего так не раскладываем. Ну, он сказал, говорит, я приду, постараюсь прийти на неделю, может быть там в среду. Во второй половине дня, в общем-то, одну дверь установить уже не так долго, как много. Ну, и он должен как бы созвониться и сказать, когда он придет. Я говорю, представь себе, если он придет во второй половине дня, в среду, вот я, например, сегодня уеду. И придет он, допустим, дверь это устанавливать. Вот он ее поставит, будет везде грязно, а тебе по времени нужно будет бежать в садик за Деней, а ты не будешь знать вперед, тебе надо убирать будет и в подъезде все под месте, и здесь в коридоре, чтобы Деня нигде не разнес вот эту всю пыль, всю эту грязь. И будешь ты разрываться и все это делать. Я говорю, не смогу спокойной душой, в общем-то, находиться дома. Она говорит, ну, если что, там приедешь. Я говорю, а мне ехать вот туда, через день обратно, тоже не кайф. Я бы уже поехала так, чтобы, ну, не знаю, там, на несколько дней, на пять дней, чтобы уже расслабиться, отдохнуть. Потому что мне надо сумку, там еще пакет у меня, кое-что надо отвезти туда. Ноутбук еще надо везти, вот это по морозу. Я говорю, еще не знаю, машина заведется у меня или нет, сейчас я буду еще с машиной мучиться. В общем, короче, говорю, наверное, давай-ка я еще пока тут побуду, уже пока не установят дверь, и потом уже поеду спокойно отдыхать. Кто-то написал из подписчиков, что-то у вас уставший вид, вам нужно отдохнуть. Ну, девочки, к вечеру у меня может быть и вид уставший, да. А утром вот я проснулась, я такая бодренькая, нормальненькая, могу что-то делать. Вообще, я привыкла все дела делать по утру, честно говоря. Я утром просыпаюсь, у меня еще куча энергии, а потом уже во второй половине дня к вечеру энергии иссякаю быстро. Вот, поэтому стараюсь делать все дела домашние по утру. А, еще у меня там несколько подписчиков в комментариях написали, «А как делать творог?» Первый раз слышим, что творог делается как-то там из молока. Мне просто вот интересно, девчата, у вас никогда молоко не сворачивалось? Вот в жизни ни разу не сворачивалось молоко. В общем-то, при варке молоко, если свернулось, ну, это уже и получается творог. Ну, моя мама, например, она специально иногда делала творог, она просто брала молоко, добавляла туда немножко простокваши. Ну, постояло, постоит оно в комнате, там, я не знаю, сутки может быть, чтобы уже молоко там как бы нормально скисло. И все, ставите на плиту, доводите до кипения, молоко сворачивается, и отделяется сыворотка, отделяется вот эта вот белая масса, это и есть творог. Потом на друшлаг или в марлечку, и оно стекает. Вот жидкость стекла, остался творог. И, кстати, творог, он когда вот не сильно скисший, он не кислый, он такой вот тресненький, вкусненький, даже сладенький чуть-чуть иногда. Мне вот такой творог нравится кушать, прямо я его ела ложкой, не сливая сыворотку и ничего не делая. То есть, когда еще свежий, он еще не кислый творог. Вот кислый творог мне не нравится. Вот, поэтому я в комментариях там не стала сильно рассказывать, это долго, но писать, я кому-то ответила, а одно и второе ответила, потом опять задается один и тот же вопрос, уже перестала отвечать. А вообще, ну не знаю, в комментариях вот бывает, несколько человек задают один и тот же вопрос. Я вначале отвечаю, а потом второй раз могу ответить, а потом уже просто, ну, надоедает мне одно и то же вот это вот отвечать. Посмотрите в комментариях ниже, может быть, ответ там будет на ваш вопрос. Ну а если ответ длинный, то тогда мне проще вот вам сейчас просто рассказать это и все, и не отвечать там, а ответить тут. Стараюсь по возможности ответить. Есть некоторые вопросы, на которые, честно говоря, я затрудняюсь ответить, и поэтому вообще не отвечаю. Например, такой вопрос. Подскажите, какой мне купить пылесос? Девочки опять-таки говорят, что касается техники, бытовой техники, для того, чтобы что-то вам порекомендовать, мне нужно выявить ваши потребности. Потому что, ну это всегда в магазинах там бывает, вот стоит очень куча товара, да, для того, чтобы продавец вам что-то предложил, он должен узнать, какие у вас потребности, что вам нужно, что вам подойдет лучше всего. И все. Если коротко могу сказать, если у вас площадь не сильно огромная, хотя вот у нас, например, площадь как бы, да, немаленькая сейчас в квартире, вот для ленивых сразу скажу, берите мешковой. Вы периодически будете этот мешок покупать, мешки только одноразовые, сам мешок является уже фильтром. Вам не нужно будет фильтры мыть, не нужно их там менять. Мешок заполняется долго, мешки объемом 3-4 литра, смотря какой пылесос. И мешок наполнился, вы его достали, выбросили и другой поставили, все. Вам не нужно делать уход за пылесосом, потому что контейнерные пылесосы требуют ухода. Там нужно постоянно вот этот контейнер там высыпал, там иногда периодически мыть. За фильтрами надо обязательно следить. Моторный фильтр поролоновый нужно мыть постоянно. Там на выходе может быть хепа-фильтр, его нужно либо менять. Ну вот в моем пылесосе, если вы помните, я снимала свой пылесос, такой бош-красный ран. Я о нем там говорила, там фильтр моющийся у меня стоит. Но это пылесос ран, там хепа-14 моется, это единственное. Ну я когда буду дома, в общем-то, может быть я даже вам сниму прям обзор про этот пылесос, который у меня. Он у меня уже сколько, 7 лет где-то, да? Я его купила в 2013 году. Ну вот около 7 лет он у меня уже есть. Шикарный пылесос, классный, он и тихий, и мощный, все. Ну ладно, не буду про пылесос, все. Ну вот, давайте о делах насущных. Что у нас сегодня? В общем, я сейчас пока что пью кофе, жду, дочка придет с детского сада. Мы тогда подумаем, какие у нас сегодня дела, задачи. В общем-то, по-моему, особо у нас никаких сегодня дел нету. У нее там есть какие-то дела, ей нужно там съездить по этим всем делам там какие-то. Вот за пределами дома дела там все делает, решает она. Даже за моими посылками тоже ездит она. А я дома сижу. Мне дома хорошо, не хочется на улицу выходить. Хотя хотелось бы, наверное, там проверить свою машину, завести ее, прогреть. Снег, может быть, очистить. Но я думаю, может быть, подождать до завтра. Завтра, по-моему, прессовая температура, я смотрела. По крайней мере, уже этот снег будет легко счищаться. И может быть, даже она, может быть, машина сегодня не захочет заводиться, а завтра может заведется. В общем, я подумаю насчет этого еще пока. Вот, я думаю, что нам нужно будет, наверное, упаковки пособирать какие-то. Холодильник работает, пенопласт можно уже выбросить. Там еще какие-то двери упаковки остались. Тоже что-то повыбрасывать, мусор повыносить какой-то. Вот, вчера целый день у меня были постирушки. Я постельное белье стирала, меняла, все постелила. Все в чистеньком сегодня спали. Сегодня еще там какие-то пледы, может быть, постираю так по мелочи. Кстати, я сегодня вторую ночь спала вот здесь. Сейчас покажу. И здесь мы такой оазис сделали, диван стоит, кресло, журнальный столик и телевизор наверху. Вы его видите, он стоит у нас там на полке наверху. Вон она. Вон она. Вот, и все, и мне здесь классно. Я вообще привыкла спать отдельно от Денечки с дочкой, потому что Деня там просыпается, нагвердится. Я привыкла спать как бы вот в отдельном состоянии. Я себя спокойно чувствую и спокойнее сплю, когда в отдельной комнате, когда никого больше нету. Я знаю, что я никого не стесню, меня никто не стеснит. И вот этот вот такой вот оазис, такой шикарный уголочек уютненький создали. Я его здесь постелилась, диван хороший, спать на нем удобно. И как-то вот здесь попрохладничаем там. Там закрывается, в общем, там как-то вот потеплее в той комнате. Ну, мне здесь хорошо, в общем, короче говоря. Я свою постельку уже свернула в рулончик там, одеяло, подушку, все просто. Сейчас отнесу, наверное, или может быть здесь останется. Ну, я как бравый солдат проснулась и свернула, в общем-то, все в рулончик. Ну, вот здесь вот у нас и коврик, и журнальный столик, и креселка. Все удобненько, уютненько. И вот здесь я себя шикарно чувствую. Тут же рядом у меня мой комп, ну, то есть ноутбук мой. Мне когда надо, я встала, села, посидела в компе. И, в общем, нормально могу тут двигаться. Даже если я не сплю, я села и попила кофе. Ну, вот эти упаковки от двери пока мы не выбрасывали. Но я думаю, что можно их уже сложить в мешок и выбросить. Сегодня, может быть, упаковки повыбрасываем. Ну, все, жду дочку. Ну, что, моя дочка пришла из садика, туда-сюда собралась и опять убежала. И мне обедать придется одной. Сейчас уже час дня. Я вчера приготовила кукурузную кашу и тушеную курочку сделала. Вот. Давно кукурузную кашу не ела. Вообще, она вкусная. Я люблю ее с подливкой, вот с чем-то мясным. И с курочкой она очень сочетается. Курочку я потушила в мультиварке. Она мягенькая такая, вкусная. В общем, сажусь кушать. Девочки, дочка прикупила грибочки. Я решила сварить грибной суп. В общем, по-быстренькому в мультиварке. Ну, для этого мне, в принципе, всего-то нужны грибы, картошка. Вот морковку, лук я начала уже резать. Немножко растительного масла добавила в мультиварку. Сейчас поставлю на режим жарко-морковку и лук на 10 минут. А потом залью водичкой и уже покидаю порезанную картошку, грибочки. Ну, и там сушеную зелень, лавровый листик, соль, перец по вкусу уже и все. Ничего сложного. На режим суп поставлю на 45 минут. А у нас перекрестная съемка. Дочка пока снимает вам одно видео, а я тем временем снимаю второе видео. Пока у нее там паузы какие-то, сейчас уже я нарезала морковку, лук. Решили грибочки все использовать, там 250 грамм. Ну, решили, чтобы их было побольше. Ну, и картошечки тут немножко. Кому сколько нравится, побольше, поменьше делайте. Сейчас я уже ставлю режим жарко и грибочки как раз порежу. Все подготовлю, потом уже позакидаю все. Ну, вот мой хороший супчик уже готов. Вот я сейчас положила в тарелочки дочечке и мне. Вот такой легкий такой рецептик. Быстренько, на скорую руку и легкий, вкусный, полезный, в общем-то, супчик. Все, садимся кушать. А еще в супчик лучше всего добавить сметанку. Со сметанкой будет вкуснее. Ну, здрасте. Еще тебе надо очень громко говорить, чтобы на таком расстоянии тебя услышали. Так и сидим. Я жую шоколадку. Мама жует шоколадку, поэтому она молчит. А я ем пипцы. Доктор Тернер, моя любимая. Имбирь, лимон. Одни из любимых. Мне все почти сладкие. Я вчера уже попробовала. Ну, как? Ну, ничего. Вот этот имбирь, как бы, я не особо этот вкус. Знаю. Лимончик. Прикольненько. Лимончик больше, чем вкусный. Девочки, я хотела вам сказать. Я сегодня отдыхаю. Сегодня понедельник, день лентяя. Этот день придумала я. Уже очень давно. Я же просто работала консультантом много лет. А все консультанты, они субботу-воскресенье, когда проходимость в магазине, они всегда все на работе. При том, в воскресенье еще вечером отчет писать надо сдавать. Насыщенные вот эти вот особо дни, особенно выходные, они насыщены более даже, чем будние дни. И обычно у консультантов понедельник, вторник, выходной. Но вторник очень часто у нас занимали то собрание, то тренинги, то тестирование, то еще там какая-то движуха начиналась. Хрень какая. Ну, все время пытались нас чем-нибудь занять. В общем, считали, наверное, что два выходных нам будет чересчур. И, в общем-то, на несколько часов, на полдня, а то и на целый день нас куда-нибудь... То на субботник, но на еще что-нибудь. Но не в этом дело. Для меня понедельник всегда был день отдыха. Я уже была выжатая как лимон после выходных. И я всем сказала, для меня понедельник день лентяй. Я ничего не буду делать в понедельник. Я обычно старалась там продукты прикупить уже там по ходу с работы, когда, чтобы уже дома было, чтобы вообще желательно из дома даже не выходить даже в магазин за хлебом. Незачем. Вот. И я все дела откладывала. Я тупо лежала на диване, смотрела просто свои какие-нибудь там любимые фильмы, там сериалы, я не знаю. И вот физически, морально помолчать мне хотелось. Я попросила всех там своих знакомых там, чтобы мне никто не звонил, чтобы меня не отвлекали. Ну, без надобности просто там. Просто вот такой день просто отдыха. Тупо такой день лентяй вообще. Вот. А сегодня такое совпадение получилось, что тоже у меня сегодня день лентяй. Я сегодня ничего не делаю. Ну, только супчик сварила, но кушать-то надо, все равно супчик легкий, там не замороченный. Вот. И, в общем, ничего не делала сегодня, не мыла полы, ничего. Ну, и даже, кстати, хорошо, что позвонил человек, и дверь он придет ставить завтра. Да, ну, установщика дверей, который обещал нам прийти, он там вообще в конце недели собирался, говорил, может быть, на неделе приду. Вот. А тут он позвонил, сказал, что придет завтра. Я обрадовалась, думаю, очень хорошо. Значит, я сегодня полики мыть не буду. Там я там притерла, где там было немножко натоптанного входа и всю тряпочку постелила. Вот, так что, вот он когда уже все сделает, уйдет, и тогда я завтра приборочку сделаю. А сегодня я отдыхаю, масочку делала сегодня для лица. В общем, за собой поухаживала. Ну, доча делала, я тоже, значит, прицепом туда же прицепилась масочку. Тем более масочки там было много, и, короче, тоже сделала масочку. Блин, там еще надо вымыть все после масочки. Ну, это уже, видишь, согласно. У мамы дядя лентяй. У мамы дядя лентяй, я ничего не делаю. Вот, мусор доча вынесла. Да не просто мусор, а там у нас были картонки, их поскладывала в один мешок большой, картонки, в другой мешок вот эти вот пенопласт от холодильника. Мама не знает, но я не помещалась в наш лифт. Это очень было смешно, как я выходила, как я тут загружала. Три, два мешка огромных мне дала и в пакет с мусором. Так я картонки как бы подготовила уже, потом пенопласт, и там еще вот этот большой кусок этого клеенки, ну, да, пленки. Я еще думаю, придет и скажет там, собирать, не собирать или что. Она пришла, не раздеваясь, говорит, давай быстренько мне этот пенопласт, давай собирай. Я его быстренько позапихнула в второй мешок, в общем, нахлобучила ей два мешка с этими вот картонками, пенопластами, там еще пакетик с таким мусором. Вот, и в общем, все. А еще сегодня с меня мужик рожал. Я еду такая на машине. У меня вверху остался снег, но они такие льдины немного, снег наверху. И я просто, ну, как бы вышла, да, села за руль, она вся чистенькая, я не стала чистить, ничего зачем. И все, и поехала. А наверху был этот снег. И я же, короче, еду, бывает там, у меня бывают резкие торможения, как бы я активно так резла и ежу. И, короче, он уступает дорогу, а я притормозила тоже резко. Короче, смысл в том, что я еду, прям перед ним, ну, я так торможу, и вот это все, что сзади просто, ну, так раз, и лобовое стекло закрывает, а он ржет. А я такая, думаю, что делать, дворниками работаю, а там, ну, прям, льдины такие, то есть не просто даже снега такие, немножко льдинки. Эти дворники еле-еле справились, и проезжаем, и у него так с пониманием ржет с ним. А я с крыши смахиваю, я просто знаю, что может потом посыпаться. Или на лобовое стекло, или на заднее, а мне надо заднее. Вот из-за таких моментов, или когда надо чистить вообще, ладно еще, когда снежок такой легкий, чистить, а другое дело, когда надо чистить, когда оно реально замерзло все, нужно ее отогреть сначала, блин, минут 20-30, раньше, но только, чтобы ее почистить и отогреть, там, и еще холодно, бесишься. Я сразу думаю о том, как я хочу себе парковочное место за полмиллиона. И тогда не нужно будет, я никогда чистить. Она всегда будет чистенькая, не пыльненькая. Ну да, клево, только, блин, ну дорого все-таки. Ну да, ну вот пока так было. Время покажет. А я даже не стала вот и спускаться, и думаю, сейчас все равно, завтра должно быть, сегодня у нас было утро минус 11, а завтра днем будет где-то плюс 2 вот так вот градуса. И я думаю, что может быть немножечко что-то падает, легче будет мне это снимать. У меня там машина, наверное, вся запорожна. А послезавтра будет снегопад. Ну, будет плюсовая вот эта температура. Короче, такие вот такие у нас погодки, да. Перемены. Вот. Сейчас вот мы сидим, кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Я читаю больше. Все полезненькое, все низкокалорийное. С минимальным количеством сахара. Здесь фруктоза, очень мало ее. А здесь у нас, я все о своем, да, о чем еще селение разговаривает. А здесь на стиве шоколадка. Вот я съела две подушечки, объелась. Всего лишь 75 килокалорий. Одна порция, две подушечки. Интересно, я громко хрустю, да? Да нас еле слышно там. Уж как хрустишь, ты вообще не слышишь. Кажется, что громко? Не знаю, мне кажется, что я громко хрустю. Это потому, что хрустишь, сама себе лучше. Все, за малым надо пить. А, вставать из этого теплого гнездышка. Хорошо сидим, да? А там минус 11 на холоде. Нет, там уже минус 5. Все равно никак выходить. У нас уже идет на повышение температуры на улице. Хорошо, что недолго вот это вот морозы. Я прямо не люблю эти морозы. Я не люблю мерзнуть. И мороз, и ветер, и еще что еще. Что еще? Машина замерзлая. Да. Как подумаешь, ее там очищают, потом прогревают. Думаю, блин. Вот вроде ехать недалеко, но блин. Давай продадим твою машину? Нет. У нас такая погода не часто бывает. Я заработала на эту машину. Своим непосильным трудом. Да я пошутила. Вот. Сама себе заработала, сама себе купила. Я пошутила. И мне кайфово перемещаться на машине. На моей любимой лапочке маленькой. А если я свою продам, я уже показала девочкам, что я даю. Ну, я тебе дам поездить, но не подарю тебе совсем эту машину мою. А что, отберешь у меня? Ну, в смысле, как берешь? Купишь себе. Ну, это понятное дело. Ну, и я буду ездить. Ты можешь ездить, и я буду ездить. Мы, например, с сыном ездили по очереди. Лучше не брать. Когда у него не было своей машины, у сына... Лучше скорее всего новую. Мы с ним ездили по очереди. Мы с ним даже определили, какие дни недели... Он ездит на машине, какие дни недели я. Ну, жесть. Да. Боже, он работал рядом, а мне все нужно туда поехать, туда туда. А что мне вот это подстраиваться? Вообще, наверняка я... Ну, что, девочки, дочь еще будет собираться и идти в садик за дыречкой. А я буду сейчас сваляться и смотреть что-нибудь по телеку. В общем-то, вот такой вечер у нас сегодня и планируется, да? Ничего не делая. Не, ну, дочь, может быть, там еще будет монтировать что-нибудь. Я уже ухожу. Ей все время что-то надо монтировать. Она то снимает, то монтировает. Вот. А я буду просто сегодня отдыхать дальше. Вот уже ждать будем завтра уже этого установщика. Ну, завтра будет день. Будут съемки, будет пища, как говорится. И завтра уже новое видео буду включать. А сейчас я на этом хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok